История древнего мира. Тема номер 28. Религия древних греков. Боги Греции. Греки верили, что главные боги живут большой семьей в роскошных дворцах на вершине горы Олимп. Три брата Зевс, Посейдон и Аид поделили между собой власть над миром. Зевс стал господствовать на небе, Посейдон на море, Аид в царстве мертвых. А олимпийские боги проводят время в пирах и развлечениях. Они бывают своенравны, жестоки, коварны и мстительны. Порой ссорятся между собой, вмешиваются в дела людей, участвуют в их войнах, наказывают тех, кто осмеливается нарушить их волю. Действиями богов. Греки объясняли дождь и засуху, морские бури, смену времен года, неурожая, болезни. Основные занятия греков имели своих богов-покровителей – Диметру, Диониса, Гефеста и других. Леса, реки и горы населяли низшие божества – сатиры и нимфы. Греки приносили жертвы богам, возводили в их честь храмы, создавали о них сказания. Миф о Диметре и ее дочери Персифоне. Юная красавица Персифона собирала цветы на лугу, внезапно разверзлась земля, а перед ней предстал бог Аид, мрачный владыка подземного царства мертвых. «О прекрасная Персифона! Не пройти все воли Зевса! Глава богов отдал тебя мне в жены!» Аид схватил испуганную деву, посадил на золотую колесницу и умчал на быстрых конях в свое подземное владение. Там блуждают тени умерших, туда не проникают лучи солнца. Вход в царство Аида охраняет Цербер, чудовищный свирепый пес с тремя головами и змеиным хвостом. Погрузилась в печаль мать Персифоны, богиня земледелия Диметра. Гневается она на Зевса за то, что отдал он Персифону Аиду. От тоски Диметры сохнут колосья на пашнях, облетают листья с деревьев. Вянут цветы, желтеет трава. Голод грозит всему живому. Встревожился Зевс и послал к Аиду вестника богов Гермеса. В золотых крылатых сандалиях и с волшебным жезлом в руке появился Гермес во дворце Аида. У владык умерших отпусти к матери Персифону. Две трети года будет жить она на земле, одну только треть в твоем внушающем ужас царстве. В один миг доставил Гермес Персифону к матери. Обняла любимую дочь Диметра. От ее радости распустились цветы, зазеленели пашни и виноградники. Миф о Прометее. Некогда люди жили в темных пещерах, не знали огня, не умели разводить скот и выращивать полезные растения. Внук богини земли Прометей научил людей строить дома из камня, пахать поле на быках, запрягать в повозке коней, шить прочные паруса и плавать по морям. Благодаря Прометее люди овладели письмом и счетом. Вопреки запрету Зевса, Прометей похитил огонь в кузнице своего друга бога Гефеста и принес его людям. Повелел тогда Зевс Гефесту приковать ослушника цепями к дикому утесу. Проклиная свое ремесло, кузнеца, сострадая другу, выполнил Гефест волю Зевса. Велики были муки Прометее. Каждый день прилетал к утесу орел и клевал его печень, а за ночь она вырастала вновь. Спасло Прометее его умение предсказывать будущее. В ту пору Зевс задумал новый брак, на этот раз с морской богиней Фетидой. Прометей открыл ему роковую тайну. Фетиде суждено родить сына, который станет сильнее своего отца. Боялся Зевс потерять власть, отбросил мысли о женитьбе. Кончились и мучения Прометее. По воле Зевса его сын Геракл поразил орла стрелой, разбил оковы, освободил страдальца. Фетиде вышла замуж за смертного человека, родила будущего героя Троянской войны Ахиллеса. Миф о Дионисе и морских разбойниках. На пустынный берег моря вышел юноша небывалой красоты. Это был бог Дионис. Некогда он научил людей разводить виноград и делать вино. Вдали виднелся парус, то был корабль морских разбойников. «Эй, рулевой!» — приказал главарь пиратов. «Правь к берегу!» «Вон юноша! Схватите его, связайте, привезти сюда!» Приказ был выполнен, но чудо! Веревки упали с рук пленника. «Безумцы!» — закричал рулевой. «Вы захватили бога!» «Замолчи!» — оборвал его главарь. «Мы продадим юнца и быть ему рабом!» Вдруг лоза винограда ввела мачту, по кораблю зажурчали струи вина. Вмиг Дионис изменил облик и предстал в облике рычащего льва. От ужаса пираты попрыгали в море и превратились в дельфинов. Лишь рулевого пощадил Дионис. «Мифы о Геракле». Вот некоторые из подвигов Геракла, сына Зевса и смертной женщины. Лев чудовищной величины нападал на скот и на людей. Геракл отправился в горы на поиски льва. Наконец он увидел страшного зверя с косматой гривой. Геракл пустил в него из лука одну за другой три стрелы. Но стрелы отскочили от твердой шкуры, не причинив хищнику вреда. Грозно зарычал лев и бросился на отважного героя. Как молния мелькнула дубина Геракла. Оглушенный ударом лев упал на землю. Геракл задушил зверя. Царь Авгий обещал отдать десятую часть своих стад Гераклу, если тот сумеет всего за день очистить от грязи скотный двор. Животные на нем стояли по шею в навозной жиже. Геракл, завалив камнями русло двух речек, изменил их течение. Водяные потоки хлынули на скотный двор и унесли весь навоз. Царь города Амикена поручил Гераклу принести три золотых яблока из волшебного сада на краю света. По дороге Гераклу пришлось бороться со злым силачом Антеем, сыном богини земли Геи. Как только Геракл бросал Антея на землю, мать давала ему новые силы. Тогда Геракл поднял Антея на воздух и задушил его. На краю света стоял великан Атлант и держал на плечах небесный свод. «Я принесу для тебя яблоки», — сын взявся, — обещал он, — «а ты подержи-ка за меня небо». Тяжелейший груз опустился на плечи Геракла. Пот покрыл его тело. Вернулся, наконец, Атлант. Предложил, что сам отнесет яблоки в Микены. Притворившись, будто согласен, Геракл лишь пожелал сделать себе подушку из травы, чтобы положить ее на плечи. Встал великан на свое место, а Геракл взял яблоки и сказал, «Прощай, Атлант, только одному тебе под силу держать небесный свод». Продолжение следует...